Музыка Назначение пенсии в установленной законодательством сроки одна из главных задач в работе территориальных органов пенсионного фонда. Потому работа с гражданами, уходящими на пенсию, ведется заблаговременно. В своевременное предоставление документов для назначения трудовой пенсии их оценка специалистами пенсионного фонда обеспечивает полноту и достоверность сведений о пенсионных правах лиц, выходящих на пенсию, избавляя их от необходимости самостоятельно собирать документы, а специалисты органов пенсионного фонда имеют возможность сразу назначить пенсию в полном объеме. О заблаговременной подготовке документов стоит позаботиться людям, у которых право на пенсию еще не наступило, но в ближайшие полгода-год они достигнут пенсионного возраста и обратятся в фонд за назначением пенсии. Для таких пенсионеров мы выделили специалистов, которые заблаговременно оценивают представленные документы, помогают в истребовании недостающих каких-то документов, для того, чтобы когда пенсионер пошел на пенсию, у него уже был полный пакет, и все его пенсионные права были учтены. Но время меняется, да, мы живем в 21 веке, в веке электронных сервисов, поэтому наряду с этой работой мы теперь приглашаем пенсионеров также пройти заблаговременную консультацию, получить заблаговременную консультацию, но и предлагаем им подключиться к сайту Госуслуг для того, чтобы впоследствии в электронном виде подать заявление, не выходя из дома. Для тех пенсионеров, у которых нет возможности подать заявление с домашнего компьютера, в клиентской службе организованы гостевые компьютеры, где пенсионер, имея логин и пароль, может также в электронном виде подать соответствующее заявление. Сейчас в электронном сервисе пенсионного фонда доступны такие сервисы, как подача заявления об установлении пенсии, подача заявления об изменении способа выплаты пенсии, подача заявления об установлении ежемесячной денежной выплаты и подача заявлений по блоку распоряжения средствами материнского семейного капитала и получения сертификатов на материнский семейный капитал. Поэтому этот сервис будет дальше развиваться. Однако для того, чтобы более мобильно работать с будущими пенсионерами, для того, чтобы не создавать очередей в клиентских службах, для того, чтобы было более удобно самим будущим пенсионерам, мы предлагаем обратиться в центр «Мои документы» либо многофункциональный центр и пройти регистрацию или подключение к сайту госуслуг. В центре «Мои документы» обратившемуся будет выдан пароль, логин, с которыми можно обратиться в клиентские службы. Почему еще важно зарегистрироваться и иметь этот пароль и логин? Потому что, когда человек зарегистрирован на сайте госуслуг, он может зайти в личный кабинет застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда России и проверить все сведения о себе, которые имеются в органах Пенсионного фонда. А какие сведения в нашем распоряжении имеются? Сведения о заработной плате за 2000-2001 год. Все сведения о трудовом стаже. И если сам гражданин видит, что какие-то сведения не учтены или являются неверными, недостоверными, он может своевременно обратиться в рамках заблаговременной работы, чтобы все откорректировали, чтобы каких-то документов, если не хватает, все подтвердили, и у него полный пакет документов на дату права был собран, и все его пенсионные права, повторюсь еще раз, были учтены. Поэтому здесь и самопроверка, и мобильность обращения в клиентские службы. Стоит отметить, что предоставление документов для проведения заблаговременной работы не является обращением за установлением трудовой пенсии. Прием документов для заблаговременной работы начинается за год и заканчивается за месяц до наступления права на трудовую пенсию. Этот срок является оптимальным для качественной и своевременной подготовки макета пенсионного дела. Напомним, проведение заблаговременной работы с документами позволяет на момент назначения пенсии учесть пенсионные права граждан, в том числе и в виде стажа заработка в полном объеме. Редактор субтитров А.Семкин